В районах Арктики только 24% жилья имеют комплексное благоустройство. Остальные, как и большинство якутян, по-прежнему лишены благ цивилизации. Проблемы благоустройства и строительства жилья на Крайнем Севере обсудили накануне в парламенте республики за круглым столом. Тему продолжит Юлия Михайлова. По информации главы Минстроя Вера Казаковой, объемы строительства в районах Арктики растут год от года. В 2012 году было введено 14 тысяч квадратных метров жилья. В 2015 году построили 17,5 тысяч квадратных метров. Председатель парламентского комитета по селу и аграрной политике Дмитрий Савин бурного строительства не заметил. В пример он привел погорельцы в село Тополино, где в результате пожара 2 ноября без крыши над головой остались 12 семей. Вместо муниципалитета надеются на включение этого дома в продолжение программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилфонда. Программа будет продолжена, и мы на это надеемся. Мы как министерство строительства проверили соответствующую работу. Но на сегодня я хочу сказать, что в этом есть 650 тысяч квадратных метров. Та программа, которая в пятилетние у нас реализуется, составляет объем 490 тысяч квадратных метров. В Аннабарском районе за 5 лет ввели в строй 17 многоквартирных домов. А вот в отдаленных на слегах Устьянского района строительство практически замерло. ИЖС не строится. Я вот смотрю и прихожу к выводу, что где количество населения маленькое, строительство не идет. Потому что строительство идет, где население много, там тысячи, две тысячи и так далее. Там строительство идет все-таки крупное, есть мощности строительные, финансы и так далее. Они могут себе позволить оказывать помощь строительству. В более лучшем положении оказался Жиганский район. В райцентре благоустроено более 70% жилья. Строят здесь много, включаясь во всевозможные как федеральные, так и республиканские программы. В Тополином, Тампонском районе, строительство хоть и ведется по одной программе по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, старых домов еще немало. Получить дополнительное финансирование не получается. По линии Арктики, по арктическим мы ни на что не, вообще нас туда не включают. Мы на общих основаниях сейчас работаем, на общих основаниях участвуем, как все другие населения, населенные пункты республики. Но в то же время мы являемся местом компактного проживания коренных молчатых народов Севера. В районы Арктики на сегодня включены только пять районов республики. Алаиховский, Аннабарский, Булунский, Нижнеколымский и Устьянский. Республиканские власти активно работают над включением в данный перечень еще восьми районов. А чтобы снизить финансовую нагрузку по благоустройству на Севере, участниками круглого стола рекомендовано обратить внимание на международный опыт внедрения автономного благоустройства.